В глазах сердечки, косички и колечки, а в руках ромашка, девочка-милашка. А в глазах сердечки, косички и колечки, а в руках ромашка, девочка-милашка. День открытых дверей в Гродненском областном дворце творчества детей и молодежи всегда яркое и запоминающееся событие. Именно с него каждый год начинается путешествие, полное интересных приключений, новых знаний и навыков. Как и всегда, в этом году дворец приготовил много сюрпризов для юных гродненцев. В этом году у нас открыты такие новые направления, как театральное творчество. Сегодня в рамках Дня открытых дверей мы это с удовольствием продемонстрировали для всех родителей и детей. Флоу-арт – это новое направление, которое будет у нас развиваться. День открытых дворцев – это вид искусства, который включает в себя и цирковые элементы, и элементы спортивные, и театральное творчество, и хореографическое в том числе. Гальванопластика – вид декоративно-прикладного творчества, который на сегодняшний день тоже не сильно развит в Беларуси в целом. Поэтому в этом году мы решили начать именно с этого направления в декоративном творчестве и будем развиваться. Во дворце творчества есть кружки для всех – любителей спорта, науки и не только. Каждый в возрасте от 3 до 18 лет сможет выбрать любимое направление, которое обязательно станет фаворитом. Моему ребенку исполнилось 6 лет, но в этом году идем в первый класс и пришли сегодня на праздник во дворе творчества. Вижу, что ребенку интересно все, где что-то связано с техникой, авиамоделированием, ракетомоделированием. Вижу, что глаза загорелись при виде артистов цирка. Поэтому в планах сегодня пообщаться с руководителями и выбрать что-то для себя, открыть мир для своего ребенка новый, с новыми увлечениями, новыми друзьями. Мне понравились там танцы. Она на танцы и блогеры. Точно, блогеры все. Мы пришли выбрать какой-нибудь кружок для ребенка. Вообще он больше увлекается чем-то таким биологическим, естествознанием, про животных что-то ему хочется. Думаю, подберем. Мы пришли просто посмотреть, какие есть направления в Доме творчества. Пока выбираем, каких-то конкретных планов нет. Нас интересует спорт. Нам очень понравилось с сыном выступление ребят, которые джидо занимаются. Ну а дочери нравятся танцы, художественная гимнастика. То есть пока присматриваемся, а там будем решать. Помимо блогерства и журналистики, в новом учебном году Дворец творчества предлагает графический дизайн. Записаться в это объединение по интересам могут дети с 15 лет и старше. У них будет возможность изучить работу популярных графических редакторов и научиться создавать цифровую иллюстрацию. Качества будут развиваться такие, как креативность, воображение. Дети будут учиться искать интересные решения в изображении объектов. Будут учиться смотреть на мир достаточно интересным образом. Кружок может подойти для ребят подросткового возраста, у которых на данный момент есть заинтересованность в каком-либо творчестве, у которых еще достаточно развито воображение, которых можно развивать, которым, в принципе, интересно, как работает окружающая их индустрия, в частности дизайн. Спортивно-оздоровительное направление – одно из самых популярных среди молодых гродницев. К тому же Дворец творчества предлагает самые разные дисциплины. Художественную гимнастику, шахматы, дзюдо, карате, основы рукопашного боя и ОФП с элементами бокса. Такие секции проводят только опытные специалисты. Нужно доверять детям. Дети, они на порядок умнее и сообразительнее, чем думают о них родители. Стоит показать, дети выберут сами. Не стоит их подталкивать, но право выбора оставить за детьми. Дети выберут то, что им нравится, попробовать это, это, это. Просто предоставить право выбора. А тот, кто интересуется временем средневековья и хочет научиться стрелять из лука или приготовить блюдо того времени, точно заинтересуется клубом исторических реконструкций. Занимаемся средневековой историей, углубленным изучением. И ребята шьют костюмы соответствующей эпохи, учатся воевать на мячах, доспехи, в настоящих доспехах. Есть спортивный мячевой бой, это на мягких мячах. Учатся стрелять с лука, учатся поставить шатер, например, средневековый, изучают кухню, какие-то игры средневековые. В общем, очень много интересного. В том числе и средневековые танцы. И танцоров нам всегда не хватает, поэтому мы будем рады видеть, особенно девушек. Для кокостики это новое, для кокостики это вертание до вытоков, потому что ты идешь и бачишь вокруг себя все сторожительное, правильно? У нас, да, конечно, мы все еще коррестаемся мобильными телефонами, по часу фестивалю ты млеку, а для самой клоуны отбывается у тебя внутри. Когда ты все как-то очуешь на себе, ты бачишь какую-то прикожость, ты прикожешь костюмы, люди танцуются, люди жертвуются. В этот же день состоялось открытие скейт-парка. Площадка оборудована для скейтбордов, роликов, велосипедов и самокатов. Вскоре во Дворце творчества откроются кружки по интересам, где юноши и девушки смогут профессионально освоить нетипичный вид спорта. Желающих много и, вероятно, их стало еще больше, когда на площадке выступила профессиональная команда из Минска. Конкретно я катаюсь на скейте уже более 10 лет. Приехали к вам на открытие скейт-площадки. Скейт-площадка отличная, классные ребята у вас здесь. Я Дмитрий, катаюсь на велосипеде профессионально уже 6 лет. Как-то раз в 2015 году друг показал мне велосипед и что на нем можно вытворять. После этого началась долгая борьба с трюками. И вот, как видите, сейчас профессионально выступаем на вашей площадке, на открытии. Все супер классные площадки. Я думаю, что дети будут расти, учиться крутым трюкам и покажут нам класс. Меня зовут Никита, я приехал из города Минска вместе с ребятами. На самом деле, хочу вам сказать, что скейт, самокат, ВМХ, такие экстремальные виды спорта могут принести вам не только удовольствие, но еще и крутую классную работу. Вот лично мы с ребятами никогда в жизни бы не подумали, что мы приедем в город Гродно выступать в нашем скейт-парке. И показывать с ребятами мастер-классы. Мы никогда о таком не думали, на самом деле, когда с детьми были, поэтому катайтесь, развивайтесь. Педагоги Дворца творчества детей и молодежи ждут активных и инициативных мальчиков и девочек на своих занятиях. Запись в объединение по интересам продолжится до 15 сентября. И после для детей начнется новый интересный и яркий учебный год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова